Всем доброе утро. Большое спасибо, что пришли. Меня зовут Юркин Павел. Я Java-разработчик Леруа Мерлен. Я один из первых Java-разработчиков, которых наняла эта компания. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, каким образом мы распиливали наш монолит. У меня очень много слайдов и очень мало времени, поэтому я постараюсь говорить быстро. Если не останется времени на вопросы, ловите меня в дискуссионные зоны. Давайте общаться. Я всегда открыт. Итак, давайте наше сегодняшнее общение построим по следующей схеме. Сначала я немножечко погружу вас в контекст. Расскажу вообще, откуда у нас монолит, что такое Леруа Мерлен и откуда там IT, зачем вообще все это надо. Потом мы рассмотрим кейс того, как мы распиливали этот монолит и какие архитектурные вопросы решали. Мы с вами поговорим о том, каким образом мы можем заэкспозить наше API, то, что мы сделали, во внешний мир. Мы с вами поговорим о том, какие проблемы могут быть, когда вы выбираете новый SQL базу данных. Ну и вообще, как выбирать между SQL и SQL. И если успеем, я расскажу, каким образом можно в микросервисном мире вообще делать какие-то сложные границационные запросы к системе, которую вы написали в микросервисном стиле. Итак, погнали. Леруа Мерлен на самом деле это французская компания. Она была создана во Франции в 1923 году. И через 60 лет она разрослась настолько, что начали открываться филиалы в других странах, в других бизнес-юнитах. Первый филиал был открыт в Испании. В 2004 году Леруа пришел в Россию. И на данный момент Леруа Мерлен – это компания с точками присутствия в 12 странах. И чтобы вы понимали, что такое IT в такой большой международной и успешной компании, это примерно выглядело вот таким образом. То есть бедная Франция, которая написала в самом начале софт для того, чтобы продавать, просто взяла и поставила свои инстансы в другие страны, где были наняты только операционные работники, никакого IT там не было. И они там просто продавали. И проблема заключается в том, что так как бизнес в других странах и в России немножко отличается от бизнеса во Франции, то когда во Франции прилетали доработки о том, что «сделайте нам, пожалуйста, что-то такого, что нет у вас», вместо того, чтобы делать специально для них, Франция просто брала и делала IF – ветвление в своем большом монолитном коде. Тогда по-другому не писали. И, собственно говоря, вы понимаете, какой это клубок был кода, и как прекрасно это все было поддерживать. Исходя из этого, time-to-market новых фич, которые требовал наш бизнес, он как бы рос до бесконечности, и это перестало всех устраивать. Ну вот когда-то мы терпели, потом перестали, и были наняты три года назад первые четыре Java-разработчика, ваш покорный слуга – один из их числа. И наша основная задача – это взять и отказаться от монолитных решений старых, переписав специально для России на новом стеке технологий, так, чтобы все было замечательно. Да, та система, про которую я сегодня буду рассказывать, это система, которая, публикационная платформа, которая поставляет данные для всех фронтов в Леруа, продуктовые данные. Наш основной потребитель – это наш сайт, leruamilm.ru. Если вы туда зайдете и зайдете на карточку товара, то практически все данные, которые вы там увидите, начиная от имени, фотографий, характеристик товара, возможности купить, цены, количество товаров на складах в определенных магазинах, типа доставки, это все вот отдает наша система. У меня не будет времени сегодня рассказать архитектуру старого монолита. Давайте просто примем за факт, что там были проблемы, были проблемы с производительностью, были проблемы со стабильностью, ну и там тайм-то-маркет тоже никого не устраивал. И, собственно, вот с этими проблемами к нам пришел бизнес, к нашим крутых четырьмя разработчикам. Ну, что… и сказал, ребята, давайте помогать. Что сделали разработчики? Разработчики сказали, посмотрели на эту старую архитектуру, сказали, так, ну вот там все не очень хорошо, давайте мы… дайте нам, короче, полгода, мы вам перепишем все как надо, и будет у вас конфетка через полгода. Что сказал на это бизнес? Бизнес сказал, нет, ребята, так не пойдет, вы через полгода напишите какого-то абстрактного коня в вакууме, еще год будете интегрироваться, и, в общем, мы хотим завтра и быстро. Первая проблема… ну, и, собственно, мы в этом направлении начали работать. Первая проблема, с которой мы столкнулись, вопрос, вернее, это каким образом мы вообще разбиваем нашу большую систему на микросервисе. Если почитать самому Ньюмана, то он пишет, что, ребята, разбиваем по бизнес-функционалу. Абсолютно согласен с ним. Хотелось бы добавить, что… То есть возникают… тут возникнут вопросы, а что такое вообще бизнес-функционал? Являются ли какие-то атрибуты продукта бизнес-функционалом? Или вообще весь продукт бизнес-функционалом? Ну, в общем, не совсем понятно. Хотелось бы добавить то, что если есть какая-то сложная бизнес-логика, это однозначно стоит выносить. Например, если у вас есть рекомендательный движок, это как бы всего лишь атрибут продукта, то есть к продукту рекомендуйте, не знаю, 10 продуктов. Но, тем не менее, вот этот рекомендательный движок – это очень сложная бизнес-логика, ее имеет смысл вынести в отдельный микросервис. В том числе мы выносили все атрибуты, которые зависят от контекста, то есть меняются в зависимости от точки присутствия. Например, имя продукта везде одинаковое, это неконтекстуализируемый атрибут. Цена, например, она в разных регионах, в разных магазинах своя, разная, и там своя бизнес-логика тоже имеет смысл вынести. Вот, допустим, в левом нижнем углу у нас вот эта наша большая система, у которой есть вот этот бизнес-функционал. Рассмотрим, каким образом вообще его распиливать на примере микросервиса видимости, вернее, функционала видимости. Функционал видимости — это тот функционал, который говорит, а вообще продукт видим на сайте или нет. Первое, что мы сделали, это вынесли его в отдельный микросервис, и бизнес-логику по расчету вынесли как бы в отдельный микросервис, поставили рядом. Первоначально он был очень простой. Раз в сутки он забирал всю необходимую информацию для расчета видимости, перерассчитывал у себя внутри и записывал обратно. Первая проблема, которой мы столкнулись практически сразу же, наша старая система, она была очень чувствительна к попытке записать в очень большой объем информации. То есть, представляете, 300 тысяч товаров, 100 магазинов, это все надо помножить, и вот вы все вот это просчитали, и все это несется в наш старенький монолит. Очень грустно. Появляется база данных, которая помогает распределять нагрузку, и после этого эта проблема исчезает, наша старая система начинает кушать все, что надо. Остается проблема в том, что мы рассчитываем раз в сутки, как мы ее решаем, поток из мастер-данных переключаем в наш новый микросервис, и, собственно, по event-driven мы начинаем рассчитывать в реальном времени. Теперь наш микросервис рассчитывает все в реальном времени, мы отказываемся вообще от чтения из старой системы, а туда только записываем. Вот это таким, вот, да. И новый фронт, который пришел к нам, и которому нужна видимость, если, да. Мы говорим, ходите не в старую систему, а вот ваши новые мастер-данные, они у нас, они хорошо, мы можем там очень быстро все менять, и вот, в общем, ребят, ходите к нам. Таким же образом мы можем вынести все остальное, понимаете, да. И все вот эти микросервисы, которые мы вынесли, это все прекрасно, но пока они пишут в старую систему, с которой читает наш интернет-магазин. И на самом деле у каждого микросервиса есть свое API, оно там замечательное, отдает все необходимое, но мы не могли сказать нашему фронту, ребята, вот у вас куча-куча API, давайте, ну, используйте, да. Почему? Потому что фронт у нас ленивый, у него был один URL, и он получал все, а теперь у него там 20 URL, и, в общем, возник вопрос, каким образом мы вообще будем экспозить наше API, то, что мы сделали, во внешний мир. И к этому есть несколько вариантов вообще, как подступиться. Ну, вариант самый первый. У вас есть ваша доменная область, да, доменная область, у вас есть ваши микросервисы в этой доменной области, которые выполняют какой-то функционал. У вас есть единая точка входа, называется это API-гейтвей, там, где вы пробрасываете то, что вы хотите, из ваших микросервисов наверх. Все прекрасно, все замечательно. Понятное дело, что для большинства фронтов не нужно API именно одного микросервиса, нужно какая-то вот что-то слепить из нескольких микросервисов, поэтому должна быть какая-то логика агрегации того, что у вас есть в вашей доменной модели. Вот это первый вариант, как это сделать. Какие у него плюсы и минусы? Значит, это единая точка входа, но это на самом деле единая точка входа, это де-факто стандарт. Это очень просто, и Крис Ричардсон в своей книге именно вот этот подход и культивирует, что, ребята, давайте делать так. Какие могут быть проблемы? Проблемы в том, что чем больше у вас фронтов, и чем больше у вас микросервисов, тем больше логики у вас в этом бедном гейтвее. А так как мы — это команда, которая подразумевает себя как команда, которая поставляет вообще всем фронтам, то вы понимаете, во что бы мог разрастись этот гейтвей. И, собственно говоря, там тоже была бы связанность. Поэтому существует второй вариант — это оркестратор гейтвей прокси, тогда, когда вы для каждого фронта, для каждого потребителя создаете отдельный оркестратор, если это нужно, естественно, на котором реализуете вашу бизнес-логику очень простенькую — сложить там пару квадратиков, и экспоузите то же самое через гейтвей прокси. Какие плюсы и минусы? Ну, во-первых, у нас теперь все фронты независимы. Если мы теперь что-то меняем в одном оркестраторе, остальные точно не пострадают. В первом случае это было не так, все в одном гейтвее могли быть проблемы. В качестве гейтвей можно использовать решение уже готовое. Мы используем ZOOL, можно поставить Nginx, ведь все, что ему надо, это просто прокинуть URL. То есть его не надо писать, его надо просто взять и на этом закончить. Минусы какие? Прошу прощения. Минусы какие? Здесь есть лишний вызов, потому что сначала ваш фронт идет в гейтвей прокси, потом в оркестратор, который собирает, и только потом до микросервисов доходит. И большее количество сущностей, это, естественно, сложнее, чем если бы она была всего одна. Но у первого и второго подходов есть свои проблемы. Проблемы следующие. Вот всеми доработками гейтвеев и оркестраторов занимается доменная команда, то есть занимаемся мы. Тогда, когда этих фронтов много, это может выразиться вот следующее. То есть мы вместо того, чтобы просто пилить новые фичи, новый функционал, мы просто пытаемся удовлетворить постоянно приходящие доработки и хотелки от фронтов. Ведь фронт, он очень близок к бизнесу, бизнес постоянно все меняет, и, в общем, может это стать очень большой проблемой. Единственное, что можно сделать, это как-то заложить, то есть положить все эти хотелки в бэклог, но тогда, собственно, и бизнес будет страдать. Вы будете делать, бизнес будет получать вот эти доработки через полгода, и, в общем, это может быть проблемой. Поэтому есть третий вариант, который мы у себя реализовали, называется IP-менеджер. В чем он состоит? У вас есть, опять же, ваша доменная модель, и вы, как команда доменная, вы беспокоитесь только о функционале. То есть вы дробите ваш функционал на микросервисе настолько мелко, насколько это необходимо, и вы фактически предоставляете очень маленькие кубики. И вы в этом IP-менеджере регистрируете ваше API, то есть минимальное API, и каждый фронт, уже каждый потребитель сам складывает из вот этих кубиков необходимую ему конфигурацию с необходимым форматом и необходимым т.д. и т.п. Вот скрин с того, что мы сделали в Leroy, слева вы видите список API, которые мы зарегистрировали на IP-менеджере, приходит аналитик, это даже не должен быть разработчик. Почему? Потому что вот эта вот логика собрать из нескольких микросервисов что-то, она несложная. Ну, разработчику заниматься не очень интересно, аналитик вполне справится. Если у него есть базовые знания JavaScript-а, вообще без проблем. Ну, на нашем опыте, по крайней мере. Вот. Приходит этот замечательный аналитик и пишет блок-схему элементарную. Ну, вот здесь вот, если Store ID есть, вернее, если Store ID нету, то выкини сразу ошибку, а если он есть, то сходи, пожалуйста, там в микросервис по остаткам, микросервис по продуктам, и микросервис там еще какой-то, третий, это все дело параллельно делается. Потом возьми, обработай этот JavaScript-ом каким-то образом быстро, и все. После этого этот аналитик нажимает кнопку заинсталлировать, проходится полный цикл CICD, и у вас, вуаля, новый микросервис, и ваша команда, домены, она вообще даже не знает, что к ним подключились, каким образом вот этот формат выбрала фронтовая команда и так далее и тому подобное. Какие плюсы и минусы у этого подхода? Ну, во-первых, домены команды становятся все равно, то есть домены команды отвязываются от фронтовой команды. Мы становимся независимыми, мы занимаемся функционалом, то, чем мы как бы хотим и должны заниматься. Дальше, фронтовая команда сама владеет вот этим вот оркестратором, и она сама может внутри что-то поменять, ей не нужно ждать, пока наши руки шаловливые дойдут до их доработки. И на этом API-менеджере также можно сделать из коробки истории по типу аутентификации, раздать всем клиентам ключи, по которым вы будете трекать то, чтобы он не задедосил, то есть уставлять ему рейт-лимиты, ну и так далее и тому подобное. То есть очень полезно. Но это все еще лишний вызов, а может быть даже не один, потому что API-менеджер, эта история такая непростая, это раз, и во-вторых, эта история действительно сложна в реализации. И именно поэтому, давайте подведем итоги еще раз, публикация API, можно сделать оркестратор на gateway, оркестратор плюс gateway proxy, API-менеджер, у каждого подхода есть плюсы и минусы. Пока у нас не было API-менеджера, мы сделали один оркестратор для нашего основного потребителя, для сайта, и на этом успокоились, потом появился API-менеджер, и мы теперь, все остальные фронтовые команды, которые от нас что-то хотят, мы их отправляем в API-менеджер, они там все конфигурируют, и мы занимаемся нашим функционалом. Отлично. Таким образом, вот схемка, которая была раньше, мы сделали оркестратор, который походит по нашим микросервисам, собирает все, собирает необходимое, и дальше нашему фронту, самому главному, нужно всего лишь отключиться от старой системы, один ульт поменять на новую, прокинутую через gateway proxy, переход совершен, старую систему можно убирать. Теперь давайте приступим к… В общем, короче, как выбрать базу данных, как ее выбирали мы. Первая история, это каким образом выбирать SQL или новый SQL. Вбиваем этот же запрос в Google, и первая же ссылочка, вот у нас там чекбоксики. Когда мы используем SQL, а когда мы используем новый SQL, и смотрим просто. Итак, мы SQL используем, когда у нас реально очень сложные запросы. Смотрим мы на нашу систему и понимаем, что мы хотим… Самый частый запрос – это дай нам что-то по ключу, дай нам нацию по продукту от product ID, или дай нам коллекцию продуктов по family ID, если вы в каталог там зашли, условно говоря, поэтому не проходит. Транзакционной части у нас тоже там нет. Почему? Потому что мы система кэш, фактически, те продуктовые данные, которые реальные, они создаются в старых мастер-системах монолитных, которые не держат нагрузку, собственно, поэтому мы не нужны, и которые просто нас нотифицируют сообщениями. Мы просто эти сообщения берем, складываем, обогащаем. Есть у нас штуки, которые нужно дополнительно посчитать, чего нет в мастер-системах, но это отдельная история. В общем, с транзакционностью тоже вроде… Ну, транзакций фактически нет, это нормально. И мы используем SQL, если мы не рассчитываем на какой-то взрывной рост какой-то схемы, и на самом деле мы действительно не рассчитываем, вот за два года жизни этой системы, пока написалось максимум, добавлялись новые атрибуты, но каких-то кардинальных изменений не было. Но тем не менее, что для нас критично важно, что нам необходимо иметь горизонтальное скалирование и шардирование. Почему? Потому что у нас следующие планы, это сделать marketplace, а это означает, что наше количество продуктов может неограниченно вырасти. Что такое marketplace? Это когда любой поставщик, неважно какой, приходит на вашу площадку, регистрирует там свои продукты и продает эти продукты через него. То есть, понимаете, у нас там 300 тысяч своих, это все без контрактов, без подписания вот этих вот историй. И у нас бизнес там сказал, что у вас там вырастет это все дело в три раза, вплоть до двух миллионов, поэтому для нас это было важно. Важно, чтобы это было либо просто, либо из коробки. Ну, именно поэтому мы выбрали MongoDB, именно поэтому мы выбрали новый SQL. Мы пытались честно расшардировать Postgres без платных каких-то версий. У нас неделю не получилось, а Mongo мы расшардировали за два дня просто по туториалу, все прекрасно работает и до сих пор. И то же самое про скалирование. Добавил в Mongo мощностей, реплик и все прекрасно. Но есть проблемы, о которых необходимо иметь в виду. Значит, допустим, наша видимость, у него следующая бизнес-логика, упрощенная. Товар видим, если у него есть название, это атрибут продукта и цена. То есть в наш микросерс видимости входят два потока очередей по продукту и по цене. Ну, и он складывает, пересчитывает визибилити. Ну, что мы сделали? Видим три сущности, создаем три коллекции, продукт, цена, визибилити, и наш workflow вроде бы будет следующий. Пришел к нам продуктнейм, мы считали прайс, который уже был у нас, мы рассчитали новый визибилити, мы считали старый визибилити, чтобы понять, изменилось ли значение или нет. Если изменилось значение, надо кого-то нотифицировать, если не изменилось, не надо никого нотифицировать. Ну, и потом все это дело записали в базу. Какие могут быть проблемы? Ну, самая первая проблема, работает это все дело в два инстанса. В первый инстанс пришел продуктнейм пустой, вернее, в первый не пустой, во второй пришел пустой. Два потока рассчитали свои визибилити, у одного получилось true, другого false, и начали они конкурировать на запись. Как это все дело решается? И в новой SQL, прошу прощения, и в новой SQL мире, и в SQL мире это все решается оптимистичной блокировкой. Ставим version в наш gph-ный объект, и получается следующее. Мы считываем, оба потока считали визибилити с первой версии, если, ну, а дальше они начинают пытаться записать. Вторая, первый поток записывает новое визибилити со второй версии, второй поток пытается записать с тоже второй версии, видит, что версия изменилась, падает, случается ретрай, он пересчитывает все заново, все прекрасно, все замечательно. Но есть другая проблема. Допустим, процессорное время распределилось немножко по-другому. Первый instance, просто к нему пришло вот продуктнейм не пустое, и он заснул. После этого ко второму instance пришло продуктнейм пустое, и он все аж рассчитал. Рассчитал, сохранил, и после этого в первый instance проснулся и начал что-то делать на основании старых данных. Здесь версия не поможет по следующей причине. Второй поток или второй instance считал старый визибилити с первой версии, записал со второй. И тут первый instance считывает визибилити, а он уже со второй версии, апает эту версию, считывает, и вы понимаете, что транзакция не нарушена, ничего нет, все нормально, версия на три, но тем не менее результат неправильный. Почему? Потому что у нас сначала пришло продуктнейм не пустое, а потом пустое. То есть правильный результат был у второго потока. И эта проблема связана с тем, что в NoSQL баз данных нету такой понятия, как select for update. Если бы в NoSQL баз данных вы когда к вам что-то пришло, просто сказали, запретили вообще считывать информацию и работать по ней, то у вас бы все было замечательно. В NoSQL, по крайней мере, в Mongo, такого нету, и это реально проблема. Что мы будем делать? Ну, во-первых, можно реализовать это все дело самому. Кто хочет, может посмотреть на библиотечку ShedLog, там, ну, кто, джавист. Если, значит, библиотека делает следующим образом. Следующее, у вас есть много-много инстансов, каждый инстанс по ShedLog делает какую-то таску. Необходимо добиться того, чтобы у вас только один инстанс выполнял эту таску. Это все дело на базе данных конфигурируется, ну, не конфигурируется, а лочится. В общем, ребята могут, можно это сделать. Второй вариант использовать Redis, так делает UA. У Redis тоже есть свои локи, которые можно использовать. Ну, и тот вариант, который выбрали мы, мы просто взяли и схлопнули все в одну коллекцию, то есть у нас есть одна коллекция visibility, там есть продукт ID рассчитанный visibility, все ивенты именно по этому продукту, и таким образом наша оптимистичная блокировка работает, и все прекрасно. Также очень советую почитать статью, почему вы никогда не должны использовать MongoDB в продакшене. На хабре есть замечательный перевод, это очень интересное чтиво, если хотите, почитайте, я уверен, что вы оцените. Не успею рассказать, что делать, когда нельзя сделать, схлопнуть в одну коллекцию, к сожалению. Перейдем к последней теме, сложные запросы, очень быстро. Вообще сложные запросы, зачем они нужны? Они нужны, когда вы строите какого-то типа, ну, какого-то вида отчеты, а у вас вот микросервисы, они очень, они занимаются только своим делом, да, а вам необходимо вообще все агрегировать. В микросервисном мире можно сделать, у вас есть два варианта, как вообще поступать. Первый вариант, это агрегация через прокси, ну, на самом деле, ну, да, это агрегация. Это то, о чем я говорил, это оркестратор, у вас стоит какой-то микросервис, который бегает по всем нежлежащим микросервисам, собирает необходимую информацию, предоставляет в необходимом виде агрегационный сложный запрос. Какие плюс-минусы? У вас всегда up-to-date инфа, то есть вы всегда ходите в мастер-системы, в ваши микросервисы, и у вас всегда это up-to-date. Это универсальный случай, когда вы можете любой запрос вот таким образом выполнить. Проблема в том, что это будет грузить систему, то есть вы понимаете, если вы хотите выгрузить отчет, то это нужно выгружать все, все продукты, а отчет — это не такая важная история по сравнению с тем, чтобы просто пользователь видел товар. И, наверное, не очень хорошо грузить рабочую API таким образом, чтобы пользователь страдал. Это первая история. И, во-вторых, это долго. Если вы хотите выгрузить всю базу, представьте, что это будет, если по всем микросервисам пройтись. То есть один запрос выполняется долго. Это первая история. Вторая история, которую вы можете сделать, это специфичный для определенного вида запрос. Что я имею в виду? У вас есть много в ваших микросервисах, что это у нас, это Rabbit, в базу данных. И вот это ваш новый микросервис, микросервис отчетов, или микросервис отчет, у которого вы будете спрашивать необходимую информацию. И база данных, вообще архитектура, должна быть сделана специфичным образом для определенного запроса. Что я имею в виду? Если у вас, вам нужны какие-то запросы, там, где вам нужны какие-то адские джойны, то вы выбираете SQL. Если вы хотите запрос в вашу систему с каким-то поиском, то вы выбираете Lasticsearch. То есть основная история, что вы выбираете специальные технологии, чтобы ваш запрос выполнялся быстро и хорошо и замечательно. Плюс и минусы этого дела. Ну, во-первых, это быстро, я уже сказал. Никакого импакта на основной API, это замечательно. Проблема не универсальна. Для каждого запроса вам придется изучить новую технологию. Ну, это не проблема, я думаю. И проблема, вернее, и еще один минус заключается в том, что вы обращаетесь не в мастер-системы, а в копию фактически. И у вас могут быть проблемы с консистентностью. Это отдельная история, но тем не менее она есть. Так, все, подводим итоги. Значит, вот эта вот архитектура, которая у нас получилась, вы видите ее на слайде. Мы получили распределенную систему. Я про производительность не успел поговорить, но поверьте, там больше 300 RPS, и это без тюнинга. Что значит без тюнинга? Если вы просто выберете, допустим, вот это Java, Mongo и вот несколько там оркестраторов, то ничего не надо настраивать, просто сделали, и у вас такая характеристика, ну, 300 RPS будет держать. Если вы прикрутите там undertoe, garbage collector и еще, будет еще больше. И мы получили также все необходимые, ну, все плюшки от микросервисной архитектуры. Вы прекрасно знаете, чем она лучше, чем Monolith. Я не буду на этом останавливаться. Если вы хотите публиковать что-то через API, вы можете сделать это тремя способами. Еще раз, это оркестрация на gateway, один большой gateway с логикой агрегации. Оркестратор плюс gateway, логика агрегации в оркестраторах по одному на фронт, плюс gateway proxy, которую вы из коробки можете поставить. Или API-менеджер, это тогда, когда ваши аналитики сами пилят оркестратор. Аккуратнее будьте с многопоточностью в Monge. Если вы хотите, вообще, когда вы выбираете базу данных, рассмотрите многопоточный кейс. Это всегда интересно и увлекательно, если вы этого не сделали раньше. И сложные запросы к вашей системе можно тоже делать двумя способами. Либо вы агрегацией это делаете, собирая необходимую информацию, либо вы создаете специальный сервис, специфичный для определенного рода запросов, и тогда он отвечает быстро и хорошо, но не из мастер-данных, а из их копии. Спасибо за внимание. У нас осталось время на вопросы. Прекрасный один вопрос. Пожалуйста. Микрофон нужен, да. Скажите, пожалуйста, как вы на агрегатах решаете проблему с недоступностью сервисов? У вас же время ответа тогда вообще тоже повышается существенно. Хороший, замечательный вопрос. Тут две истории. На самом деле, чем больше у вас узлов последовательных соединений, чем больше возможности отказа. Это абсолютно верно. Но у нас каждого инстанса микросервиса по несколько штук. Если у нас кто-то падает, мы это решаем через сервис Discovery. Что такое сервис Discovery? Это отдельный сервис. Там регистрируются все ваши сервисы. И микросервис, которому нужно обратиться к определенному имени, у него есть аж целый список. Если у него один не вышел, он идет к следующему. Это все работает, если у вас очень ограниченное количество последовательных запросов. И это критически важно. Если у вас будет вот такая вот схема, то вероятность отказа каждого узла вы можете посчитать там плохо. И действительно при проектировке такого вида систем необходимо учитывать, чтобы минимальное количество было запросов, по крайней мере, последовательных. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Все? Еще есть вопросы? Еще есть время на еще одни вопросы? Пожалуйста. Спасибо за доклад. Было интересно. У меня, собственно, вопрос про BI-менеджер. Когда там собирают что-то, как тестируют, что это хорошо работает? Дальше, если они собрали что-то, а потом хотят подправить, как они версионируют новую версию? И третье, что происходит, если андерлейк канонические ручки, которые они использовали в своей работе, меняются в процессе и меняются типа обратные совместимо, то есть версия не поднимаются у канонической ручки, но непредсказуемо для того сценария, который они собрали на BI-менеджере. Как вот эти все вопросы решаются? Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, не знаю именно подноготного API-менеджера. Я знаю, что он нас стоит, и мы от этого как доменная команда получаем бенехит, но если вы подойдете после доклада, я вам дам контакт человека, который вас проконсультирует и расскажет все, как именно там. У меня, к сожалению, нет экспертизы. Извините. Все? Спасибо большое. Хорошая архитектура вам.